Друзья мои, всем привет! Я сижу на Большой Арнаутской, где делают всякую контрабанду или делали, а мы постараемся произвести нормальный настоящий продукт. Что здесь было раньше, Валентин, вот что, это такое интересное место, я просто, я не знал, что здесь вообще может находиться что-то современное, что-то тем более религиозное, потому что это какие-то ворота были, я стал возле них и думал, что здесь, когда зашел, он обомлел, вот как-то к этому докатиться. Ну, во-первых, никто почти не видит, что здесь происходит, кроме того, что прославление. Машина в поезд стоит, машина, старинная машина с мотором, переделанная под кафешечку, все с металла, такой стиль здесь, вот старинные всякие там с металла штуки, печатные машинки, какие-то фляги, какие-то эти. Ну, короче, где ты взялся такой? Ты забыл телефон. Как ты и дед? Где ты взялся такой? Я вообще, я сижу перед этим говорю, как я раньше тебя не знал, вот стиль, пастор стиляга, я вообще первый раз такое в жизни вижу. Не, ну это уже как бы такое, прилистишь. Давай я сделаю эксперимент. А ну, сними, сними свою шапочку. Не, под кепочкой еще есть кипочка. Друзья мои, ну вы понимаете, под кепочкой кипочка, и на Большой Арнаутской. Я вам говорю. Что вы от этого будете иметь, если будете мне спрашивать такие вопросы. Слушай, тебе теперь надо как, к рабе обращаться или как вот? Как удобно к людям. Я думаю, что для каждого человека это личные отношения и с служителем, да, и с священнослужителем. Кто-то обращается к другому человеку, как православный совет, святой отец, или кто-то может сказать, Николай, привет. То есть я в никаком случае не ображаюсь, может, украинскую мову. Ты можешь не знать украинскую мову. Так. Но сама суть, что мы находимся в том месте, где Господь действительно проявил чудо для нас, в наше общение. И хотя мы сейчас находимся на втором этаже малого зала, и у нас нету большого зала, еще не готовый, но мы проводим здесь служение, и люди приходят здесь во время карантина. Мы сделали такую записную часть. Каждый человек хотя бы раз в месяц он должен быть записываться на служение. И вот так вот у нас идет служение здесь. Хотя вместимость здесь до 100 человек, да, мы вплотную, у нас еще внизу мы ставим там, где ты, видишь, машина, выставляем большой телевизор и сверху вниз еще передаем служение. Ну и в прямом эфире, конечно же, это часть нашего служения. Ну, смотри, у меня имидж там журналиста, и я как будто бы всегда склонен к тому, чтобы вести интервью. Но я у тебя в гостях, но ты интересный человек, поэтому я предлагаю так. Я тебе вопрос, ты мне вопрос, я тебе вопрос, ты мне вопрос. То есть мне интересно вообще, как ты, ты явление для меня. Я хочу, чтобы люди, во-первых, узнали о существовании такого стильного пастора и раби, да. Вот кто он на самом деле, потому что я здесь попал в настоящее прославление, община, все классно. В то же время кипа и в то же время вот этот стильный вид. В то же время он американец, говорящий на украинском, на русском. Но это явление. Я могу по-польски тоже зарядить. И по-польски даже можешь. А лишь можно уже говорить по-польски тоже. Давайте пообщаемся. Ну, для начала скажи, ты украинец вообще? Родился в Украине. Ну, кто так еще мог бы ответить? Ты украинец? Родился в Украине. Не, ну, это как раз и сильно, как моей жене, когда она училась в школе, да, ее спрашивают национально, она говорила, молдаванка, фамилия Хохланд, и учитель говорит... Прости, друг такой близкий звонит, что я могу не взять, да, Петро? Да, вот прямо в эфире у нас идет в телефоне, это нормально, правда? Вот так вот. Не, обожди, обожди, приезжай сюда. Сюда, можно приехать, как раз присоединиться. Присоединяйся. Приезжайте, мы тебя ждем здесь. Давай. Это был мой друг Петро Дудик. Я не могу от него не брать трубки, даже когда разговариваю с таким интересным пальмами. И как моей жене говорили, подойдешь после уроков, она приходила, и учитель говорил, только никому не говори, что ты молдаванка. Она говорит, почему? Потому что папе спроси. Она приходила к Михаилу Давидовичу, говорит, папа, отчего? Мне говорят, что я не молдаванка. А он сразу говорит, где ты родилась? В Молдове. Значит, все. То есть твой вопрос такой же самый. Ты украинец, частично, да, очень сильно польские корни, которых, когда поехал в Польшу, начал узнавать, потому что я никогда не думал, что есть еврейские корни. И узнал, что мои прадеды из местечка, 100% было хасидское поселение, Люлав. Они туда вышли, потому что хотели другой жизни для своих детей. В то время было уже тяжело. И они вышли и стали более светскими. А после светского еще они хотели, чтобы другие поколения хотели, чтобы они были образованы. И как у нас бывшая Россия, имеется в виду царская Россия, евреи просто-напросто и шли под кресты, или же крестились в церкви, чтобы получить образование, чтобы были гонения. У каждой семьи своя история. Кстати, она немножко перекликается с моих. Мой папа с Польши. До 1939 года это была Польша. Брестская область это была Польша. Его дед воевал в польской армии, отец, сам папа учился в польской школе. Я делал тест, и во мне очень много польской крови. Так что кипу я просто забыл в машине. Надо, да, такое. Не так, не открыться. Но знаешь, у меня прадед по маминой стороне, Сарожицкий из литовских, из Вильна. И его забрали, когда я был подростком, в царскую армию. И фактически, когда я разговаривал с моей бабушкой, то она говорила, что дед никогда ногой в православную церковь не стукнул. Хотя жил уже где Кубань, вот эта часть кубанских казаков. Ну ладно, Валерий, когда уже все поняли, что мы настоящие украинцы с Одессы. Да, это с Одессы. Скажи, вот откуда такой внешний вид? Вот что это? Почему? Ты реально отличаешься от, ну скажем, я видел там пасторов, я видел там служителей, которые вот в нашем возрасте, они одеваются редко вот так. Почему? Это что? Ну я думаю, что давайте так, всему свое время, да? Сломон говорит очень простые, я думаю, самые важные слова, всему свое время. И если пастора, они следуют тому, что вот Бог делает, мы должны быть в том время, которое Бог делает. Если что-то остановилось, оно остановилось. Если идет что-то в прогрессе, мы должны, ну я не могу сказать обязаны от человека... Ну ты хочешь быть ближе к молодежи? Смотрите, опять, если идти в парламент, куда-то, да, там, навстречу... Ну понятно, у тебя не сдался, да? Ну один, уже один, уже было много, да. Костюмы, вот я ездил сейчас в Африку, в Зимбабве, где есть евреи, которых выгнал, типа их история идет от изгнания эзры некоторых левитов, семьи их. Там был выпуск, и мне пришло все, вообще, один... Я ставил себе один костюм на всякий случай, вдруг где-то нужно будет пойти на, ну, особый официальный прием и так далее. Все остальное я собрал и вывез и подарил там людям. Потому что там это еще пока очень актуально вид. Так вот, я, наверное, с детства, меня мама так всегда баловала, по-моему, и так, с одного слова, потому что она у меня шила и любила, чтобы у нас было все, как бы, ну, красиво. И я ее благодарен за это. Когда я был, ну, верующий стал, и был, хотя и у меня корни там еще есть христианские, вот, пересятнинские с одной стороны, да, но когда я вот подрастал уже, был подростком или даже юношей, зная, какая была консервативная церковь в то время, я, у меня была молитва. Вот я не лгу, друзья, я поскочу, у меня была молитва. Я говорю, господи, я же вижу наших девушек, ну, я не могу вот эти косынки, эти вот юбки, которые там, это вот, ну, ну, такое бабское состояние, извините за выражение такое, вот, да, я, в меня оно не вмещается. Господи, я молюсь, чтобы у меня была жена, и я молюсь, чтобы она любила Бога, в первую очередь, да, было открыто, вот, ну, в Сионерской работе, как бы проповедующих, и в Англии, и чтобы она была модница, модница. Да, вот, вот, модная. Мне кажется, Бог услышал мою молитву. Я не знаю, вот, Бог услышал мою молитву. На самом деле, моя жена, она закончила в Америке колледж, именно фэшн колледж, который, моды, и ей, она кто есть, кто в американских колледжах, лучший дизайнер того года, и приглашали ее, ну, в очень знаменитые бренды, такие как Banana Republic и Gap, то есть эти компании очень известны. Мы как раз, было предложение, и нам тоже сделали другое предложение, приехать в Одессу. И, проживая в Америке долгое время, мы привыкли к красоте, мы привыкли к удобству, мы привыкли к правилам, и ты все запланировал. У меня был свой бизнес, и мое расписание я знал. Я знал, когда я приезжал, я проводил время с детьми, мы баловались, уезжали, могли себе много что позволить, но так не всегда было, это было такое время, и потом, значит, стук-тук, кто там, Господь стучит возле сердца. Ну, смотри, это тоже вторая необычная, скажем, ситуация, потому что в основном, в основном едут отсюда туда, много едут служителей, многие едут туда, потому что, ну, первые ехали там с формулировкой «Господь выводит с Вавилона», оставим это на их совести, я думаю, что все чуть по-другому выглядело, но многие едут туда, ты приехал оттуда. Кстати, мы находимся в Одессе, и я узнал чуть больше историю Варонаева, и она мне каким-то образом перекликается. Он уехал туда, там нашел Бога, и решил евангелизировать, вернулся сюда в страшное время. Кстати, вот, Народная Церковь делает потрясающую инсталляцию скоро в августе, я очень надеюсь, что это все узнают, все увидят, это будет классно относительно Варонаева. Ты мне напоминаешь Варонаева. Вот откуда это сумасшествие, вернуться назад в Украину, в период, когда здесь такие потрясения, потом еще и война началась? Это надо историю вести от начала, наверное, моего рождения. Я так понимаю, для себя, вот, я так понимаю, потому что, хотя я родился в семье, мама у меня отошла от Господа, папа вообще неверующий был, и когда я родился, вообще до того, как я родился, дедушка мой, Доминик Антонович, он вообще не разговаривал с моей мамой, потому что она, типа, предала веру, вышла замуж за неверующего человека, будучи там пятидесятником. И когда я родился, он единственный, кто вот попросил, чтобы за меня, как бы, меня искупать, первым, помолиться, и он дал мне имя, вот, как бы так. И я понимаю, что что-то произошло в это время, потому что, когда мне исполнилось 16 лет, я отказался ехать в Москву, в Олимпийскую сборную, или там, школа Олимпийского резерва, да, подготовка была, и по фехтованию, фехтованию, да, я отказался, да, и мой отец сильно разозлился, он пьяный тогда был, ну, ты что в доску, так, выпивший, да, и я тогда сказал первый раз, почему не еду, я верующий, и он тогда мне сказал, дед, тебя, меня обманул, я говорю, деда, я же не видел, мне было 5 месяцев, поэтому, как бы, как это, а он сказал, он сказал, сам Господь будет учить его, и наставит, то есть, я понимаю, что что-то, вот, в поколениях есть очень сильное, Дух Святой, он направляет, и высвобождает пророческие какие-то, ну, судьбу от Бога, да, вот такое, и момент, как-то у меня был, такой, подростковый, где я, вот, действительно мечтал быть миссионером, я не знаю, почему, в Советском Союзе это было нереально, но я встречался с людьми, которые, как бы, были, эти вот, первопроходцы, харизматического движения, когда братья из Африки приезжали и проводили молитвенные собрания ночные, с бубнами, с барабанами, с словословием, это потрясающе было время, и вот эти вот моменты, когда вот кассеты приходили, видеомейтофоны появились, Рехарта Бонки, да, Африка будет, ну, спасена, да, вот эти моменты, я вот это побуждение быть миссионером Африки, вот, как бы, такое, я никогда не думал о том, что может быть что-то другое, и даже когда я встретил Татьяну, у меня была молитва такая, господи, если ты видишь меня на твоем поле, миссионером, я понимаю, что моя жизнь вот с Татьяной, она может измениться, но я хотел бы, чтобы мы попали, в первую очередь, пойти учиться в духовную школу, именно такого переддесятинского движения, где Дух Святой действует, и быть миссионером, то есть, она знала об этом, она знала, и когда мы попали... То есть, когда ты приехал в Америку, я внутри было, я хочу быть миссионером. Первое, это я хочу обучиться, я хочу попасть, я хочу попасть именно в библейскую школу, это моя была мечта, как бы изначально, то есть такое вот, и когда мы попали в Христос для народов, вы должны понять, это мы стояли, и это огромнейшее прославление, это люди с поднятыми руками, говорящие на языках, славящие Бога, мы стояли, просто были в шоке, что такое возможно, от того, когда вот пятидесятинские, гонимая церковь, 30-40, может 60 человек, церковь, и мы из псалмов пели, из песника возражения, и тут вот такое, мы такого не переживали раньше, это было что-то удивительное. Конечно, мы были на собрании Бенихина, тоже это пережили. Ты рассматривал миссию вот назад вернуться? Нет. Или у тебя думалось где-то Африка? Думал где-то Африка сразу. Южная Америка, не знаю. Да, думал Африка. Но что изменило меня, это, наверное, первое, это то, что мы работали на ТБН. Моя жена, я работаю на ТБН. Снова ТБН, боже мой. ТБН везде сопровождает меня. Ну, когда с Никитиной мы говорили, я пересекался с ним, и я говорю, мы были для вас переводчиками, ТБН Америка и так далее. Он сказал, ну, мы ничего не имеем общего с ТБН Америка, мы телевидение добрых новостей, ну, а там же немножко другое название. В любом случае, возможно, это как бы и нужно было для того, чтобы здесь можно было работать на постсоветском пространстве. Я не осуждаю его. Я просто говорю о том, что мы там работали. И, будем говорить так, как Татьяна не сильно хотела какой-то ехать обратно, потому что уже тогда мы получили в школе желание, может быть, возможность приехать на Украину и работать с молодежью. Вот я тогда был, я уже тогда был хотел. потому что моя жена, когда мы жили 4 года в Германии, ну, я учился, но она хотела бы оставаться, ей нравилась та вот спокойная, комфорт, цивилизованная жизнь. Ну, комфорт. А я очень хотел вернуться. Я скажу так, что я брал классы, пастырские классы и молодежный у меня был класс в Христос для народов. Я писал работу под него, что бы я хотел видеть с молодежью. Тогда я сделал проект Кофе Хаус. Это был 92-й год, когда читали многие выпускники, и тогда они смеялись, как это сделать в кафе, где кофе продают, и есть телевизоры, где прославление идет, или музыкальные команды, такие как Петра, еще как Страйпер, еще были другие, Сэнди Перри, те, что модные были тогда еще песни. И такое было мечтание. Она до сих пор осталась. Вот я понимаю, что есть мечты от Бога, которые могут идти всю твою жизнь, пока ты ее не исполнишь. Ты это сможешь сделать в Одессе? Я смогу это сделать в Одессе. Но это всему свое время. Я буду пить кофе в этом. Ну, я могу тебе предложить уже. Нет, я хочу в том. Я хочу пить кофе в кофе-хаусе твоей мечты. Смотри, я верю, что Бог дает видение не на одно поколение, либо призвание в твоей жизни не на одно поколение. Авраама Бог призвал. В Исаке он исполнил частично, в Якове еще. Понимаете, да? То есть Бог дает проекцию на поколение, следующее поколение, которое мы должны работать. Если мы только для себя получаем откровение о нашем призвании, я думаю, что это, по сути, это провал. Провал, потому что ты умер, и все, больше ничего не будет. Но если это поколение следующее, это не обязательно мои дети. Это то поколение, которое ты вкладываешь. Это часть большого видения, и ты делаешь свой пазл. Да, но поэтому ты не можешь поле спахать за один раз. Ты его постепенно, постепенно осваиваешь некоторые другие позиции, ситуации. Я не стремлюсь к огромным каким-то вещам перемен, но хотел бы, чтобы потихоньку это все шаг за шагом ты делаешь и утверждаешь какие-то моменты, где людям принятие шоу лично, спустим, будет легче. Да, вот поэтому, когда приехать в Украину, это было, наверное, более с откровением. Уже. Первое это откровение, мне позвонила мама, мне говорит, Валик, я не знаю, что ты там задумал, вот я молилась с одной сестрой, и вот она говорит, вижу, ну, сестра говорит, вижу его, он выходит из здоровенного самолета по трапу вниз в еврейской одежде, в еврейской одежде, и за ним толпа людей. Просто, что он там делает, я не понял. Никто же не знал, что мы уже в это время примерно готовились приехать в Одессу и начать библейский институт, мессианский библейский институт. То есть, как бы такая, это уже понимают, что это Божье было направлено. Потом, Джан Пол Джексон, многие слают его, как бы, по его передачам о пророчестве, как пророчестве и как развивать этот дар. Мы были знакомы очень близко с Джан Пол Джексоном, и он был у нас дома. Мы как раз дал Бог такую возможность его соединить с церковью Нового Завета в городе Николаев. Пастор Олег Шербаков там провели шикарную конференцию, очень была хорошая. Но в моем доме, он когда был, даже мы квартиру мы снимали в центре города, и он сказал, я вижу тебя в таких бетонных сапогах, и ты пытаешься куда-то рвануть, то есть, куда-то уйти. То есть, Бог говорит, это твое место, то есть, ты здесь должен быть. В этом, и чтобы, чтобы это было, вот как бы, для тебя не просто слова, а Господь говорит, что Он приготовляет сердце хозяева, ты сможешь купить дом и не квартира, а дом, который будет служить тебе откровением, что ты должен быть здесь. Значит, Пол Джексон тоже сюда приложил свою руку, чтобы твое видение состоялось. Ну, мое видение, я не думаю, что я настолько смотрю вперед. Я больше такой человек, что, когда двери открываются, как Павел говорит, я отчасти знаю и отчасти пророчествую, да, как через стекло гадательное, мы как бы видим некоторые вещи и наша вера укрепляется когда ты начинаешь действовать и это как бы в действии. Поэтому для нас быть в Украине это, я считаю, это большая привилегия от Бога. И если кто-то имеет откровение быть в Америке, пожалуйста, это ваше откровение, только нужно исполнить его. Для нас это было, конечно, жертвой, но не такой, чтобы знаете, страшной жертвой. Поэтому ты говоришь, почему я так одеваюсь, почему я так себя веду, как-то еще, может быть. Первое, это потому, что я чувствую, что я должен быть ближе к молодежи. У меня как бы еще со школы была страсть такая, с молодежью работать и разговаривать не на их языке, а вот быть ближе. И возможно, это уже новая тенденция, непривычно. Молодежь отворачивается от каких-то шаблонов христианских фраз, позиций. даже если ты возьмешь, вот как разговаривают сегодня верующие люди. И пришел Господь, и изменил все, как бы там сошел, пришел. Когда люди неверующие нас слушают, я думаю, что они думают, что есть еще какой-то момент диагноза, понимаешь, как говорят. Если человек говорит в Бога, как это называется? Молитва. А если Бог говорит с человеком, то некоторые говорят, это уже какой-то шаг шизофрении. Я считаю, что мы, как верующие люди, должны знать, кто мы есть, дать человеку ответ такой, который бы коснулся его, даже порочески сказать некоторые вещи, но не казаться вот этим суперсвятым человеком и все брезлое, то есть к этому и говорить языком церковным, которое люди просто сегодня могут не воспринимать. Да, интересно, Валентин, смотри, то, что я ловлю как бы параллели со своей жизнью, если ты уехал и вернулся, я, кстати, за эти дни, когда с тобой вот общаюсь, подумал, наверное, мне тоже надо было уехать и вернуться, это дало бы мне допустим английский язык, наверное, какие-то связи больше. Но я скажу, я не один такой. Но я знаю. Дима Бодио, мы вместе учились. Виктор Сергеев точно так сделал. То есть в определенном смысле кто сейчас успешный пастор, имея опыт эмиграции и потом реэмиграции, это крутая идея, но в моем случае мечта не дала мне уехать. Вот ты говоришь о мечте, которая сопровождала тебя быть миссионером, делать какие-то проекты, а вот это вернуло тебя сюда. Эта мечта не дала мне уехать. У меня у нас 10 детей в семье и сегодня уже 6 сиротам и сейчас еще седьмая готовится к перелету. Трое остается, старший брат Алексей, я и самый меньший. Я посерединке. вот мы так остались. Вот мечта, она не всегда выбирает вот то, что казалось бы лучше сейчас. Наверняка, ты мог жить лучше в Америке. Хотя, ты здесь неплохо, я побыл, честно, ты неплохо живешь, брат, все нормально. но я думаю, что когда ты возвращался, ты, скорее всего, не ожидал, что ты так будешь жить, потому что у тебя же были там этот Пол Джексон ночевал, когда у тебя мыши бегали или простите, что я секрету выдаю. И так было, и так было, да. И я жил по-всякому, но я сейчас тоже неплохо живу, но мечта, она не была связана с тем, что мы остаемся, чтобы лучше жить. Не, не, абсолютно, мы даже и не думали, укорениться здесь. ты умирал для того, чтобы классно жить, просто это как бонус пришел, что ты еще можешь... Опять же, буду говорить так, люди могут не понять меня, потому что я все равно люблю Господа настолько, что я хочу быть послушным ему, да, и этот момент, если было сказано в мою жизнь, какие-то вещи, что оно должно исполниться, и я когда вижу, что оно исполняется, и к этому нужно приложить усилия, ты можешь либо исполнить пророческое слово, которое в твоей жизни сделал, либо ты можешь его не исполнить. Напомнишь, чтобы ты воинствовал сообразно с бывшими тебе пророческами, воинствовал говорит о том, что тебе придется воевать за то, что сказано, чтобы оно исполнилось. Да, вот, и я мог ничего не делать, и потом сказать, он был, сказал, ничего не исполнилось, но в этом-то как бы и сама суть, что нужно что-то делать. И я верю, что и нашим зданиям, когда я зашел в это здание, оно продавалось, и я четко услышал, вот внутри, это оно, это здание. я не мог передать это людям как-то еще, и большинство наших членов общины, когда я им сказал об этом, они говорят, мы даже не имели веры, но когда-то произошло, реально оно произошло, это стало вот вдохновением. Возможно, люди говорят, ну, там должна быть, надо спасать людей, там тысячи людей должно быть, но я немножко хочу посмотреть на будущее, на будущее, как в Израиле. Когда иммиграция началась в Израиль, отодоксы относились к нашим иммигрантам, как бы, а, это такие, это русские, типа, или там, Советского Союза. Сегодня большинство общин, которые в Израиле, уже ивритоговорящие из тех иммигрантов, и они в реальности составляют большую угрозу ортодоксии. Почему? Язык выучили, имеем понимание даже культуры и все, и выходит уже на улицу достигать саба, то есть местных, и эти местные начинают приходить к Богу, даже если это дети бывших иммигрантов, но они уже местные. И это пробуждение в поколениях. Если мы смотрим Деяния апостолов, мы читаем это быстро, но в этой книге записано 40 лет. Представляете, что такое 40 лет? Служение. И как оно распространялось? Я верю, что для нас это тоже, мы должны быть такими масштабами мыслей. Конечно, мы хотим пробуждение завтра, хотя должно было вчера еще быть. Но мы должны думать на будущее. Что для тебя вообще работа с молодежью? Знаешь, я знаю, что с Ником мы одевались, и он начал с тебя снимать некоторые вещи. когда-то я возьму это, ты говоришь, нет, я возьму. Какое для тебя поршнель для молодежи? Как их достичь? Каким образом? Словами или как-то мышлением? Я не знаю даже. спасибо за этот вопрос. Я считаю, что я могу сейчас очень важную мысль или откровение последних лет передать. Я думаю, что эту программу будут смотреть. У меня есть мой друг близкий Петр, и мы с ним много лет двигались вместе. Мы делали разные проекты. Мы были молодыми, и много было разных проектов. И, конечно же, мы увидели, что когда ты молод, когда ты горишь для Бога, у тебя много сил, и ты можешь много делать. И много ошибок. Ошибок тоже ты можешь делать, но, мне кажется, самая большая ошибка не делать. Да. Это, знаешь, как езда на велосипеде. Когда ты едешь, ты можешь держать баланс. Ну, когда ты оттолкнулся, ты пока валяешь, покуляешь, но чем больше скорость, тем больше шансов, что ты не упадешь. Потому что ты хорошо равновесие держишь, понимаешь? Так вот, когда ты едешь активно, то ты не падаешь. Вот, когда ты так боишься упасть, что ты не едешь, то ты точно упадешь. Так вот, к чему мы пришли в последнее время? Мы верим, снова-таки, мы говорили сейчас о том, что Бог пророчески говорит на длительный период. То есть, на периоды, которые выходят даже за пределы нашей жизни, то мы четко убеждены сегодня, что пробуждение, о котором говорит Бог, мы должны его готовить как притечи. Это не обязательно, возможно, будет с нами связано. Возможно, мы не будем уже на земле, когда это произойдет. Равшевл говорит, Павел сеял, а полос поливал. Поэтому мы видим сейчас большую задачу не просто работать с молодежью, а готовить путь молодежи. Знаешь, вот смотри, как ты считаешь, Иоанн работал с Иисусом? Какой Иоанн? Иоанн Креститель. Окей, там же было два. Иоанн Креститель работал с Иисусом? К этому вопросу у меня много еще есть идей. Но смотри, как будто бы нет, и все-таки да. Потому что он готовил ему дорогу. Он говорит, я не свет. Ты свет, ты кто? Я нет. Я готовлю путь следующему поколению. Я готовлю, путь вот идет за мной, он сильнее меня, я там не достоин развязать. Он приготовил то, что важно и главное произошло. Поэтому для меня сегодня работа с молодежью заключается в том, чтобы приготовить им дорогу, чтобы дать им уступить дорогу. Если хочешь, моя задача сегодня растолкать тех, кто застрял на дороге и сказать, ребята, уступите дорогу. Это одна из моих миссий. То есть сегодня тем, кто подтормаживает, моя задача сказать, послушайте, если вы хотите, чтобы дело наше, которое выходит за пределы нашей жизни, не пострадало, чтобы то видение стране не пострадало, нам нужно уступить им дорогу. И уступить не просто уйти, бросить, нам нужно помочь им стартануть. Поэтому я считаю, что у таких программах, если мы даже сидим, то мы должны понять, что мы должны скоро, во-первых, уступить место здесь. И чтобы, допустим, вместо меня с тобой рядом сидел молодой человек, это как стык поколений было, понимаешь, чтобы ты передавал свой опыт, свою мудрость, и ты отдавал возможность им двигаться иначе. И я тоже. То есть я рассматриваю, что через время все больше и больше там в моей студии, в моих креслах будут сидеть другие люди, молодые. У меня стоит цель, я ее не скрываю, вырастить узнаваемых лидеров мнений. То есть чтобы, так как я в свое время влиял, я влиял в свое время, я не скрываю, да, мы влияли через ТБН тоже, через социальные сети, когда они только начались, мы влияли. Два портфеля, это влияние. Мне Шевченко говорил, да вы не представляете, что вы наделали. Вы выключаете программу, заканчивается, а люди спорят до хрипоты на кухне. Это лучший комплимент, который я слышал о двух портфелях. Потому что это влияло. Так вот, наше влияние заключается в том, чтобы отдать молодым дорогу, чтобы они пошли дальше. Тогда вот ты очень интересную мысль сказал, очень хорошо я сформулировал, что наше видение должно выходить за пределы нас самих. И мне, я сейчас прям вспомню, прям чудно это все. Господь, когда война началась, и я там убежал, Господь мне говорил, ты не раз слышал мое сердце, пророчески говорил, а теперь у меня есть для тебя большая мечта, которая больше, чем ты сам. И вот, знаешь, сейчас произошло важное подтверждение. я понял, что то, что дает Бог, больше, чем я сам. Понимаешь? Это меня очень радует, потому что оно, понимаешь, это не я, это не на мне, это выходит за пределы меня. Поэтому это обязательно должно быть связано с молодым. Мне также, знаешь, мне вот хочется сбалансированного веры. людей, которые сбалансированы в своем поведении, в своем характере, в своих словах, в своем поведении. Мне хочется, чтобы люди были нормальны, как бы вот, что они дома, а не на улице, на работе. Я много раз, я не буду разочаровываться, буду так, смотрел на людей, которые, будучи верующими, говоря о вере, поступали совсем по-другому. Это очень так, ну, для меня больно. А, кстати, я тебе скажу, что как раз молодежь, она может себе позволить более искренней быть, потому что у них вот это состояние, знаешь, обостренное чувство, как бы, справедливости, или как, это молодежь склонна. Люди в годах склонны потом компромиссом больше, их била жизнь, и они приучаются, знаешь, маневрировать. Молодежь, она более в этом смысле, ну, как бы, не такая продуманная, она более искренняя, поэтому они могут себе роскошь позволить быть настоящими, ну, и некоторые такие современные, как мы с тобой. Ну, молодежь сегодня, вот я скажу так, что молодежь сегодня, она отличается от нашей. Если, да, вот так взять, сегодня молодежь смотрит на практичность жизни больше, нежели, как мы, мечтатели. Другими словами, в 90-е или там в 2000-е верующие люди мечтали дом, машина, как бы, так вот, ну, более такой, картинку, которую поддавали нам богатые люди, как бы, так в этом стремились. Сегодня молодежь, им все равно, какой у тебя дом. В реальности, они не смотрят, что Билл Гейтс, там, как бы, он шикарно там живет, они, они мысли по-другому. Как я могу использовать свое время так, чтобы удовольствие получить? Если я хочу поехать, я должен поехать. Понимаете, да? мне не нужно Мерседес, я могу на электрическом скутере проехаться, но это мое удовольствие, это моя жизнь. Квартира, мне не нужен особняк, потому что за ним надо ухаживать, а если уехать, надо кого-то нанять, чтобы они за него смотрели. Я закрою свою квартиру и поеду, куда я хочу. С любой точки мира я смогу работать. они поменяли весь образ, который будет в будущем. Нам, как верующим людям и пасторам, которые их могут поселить, да, нам нужно поменять тоже этот подход, потому что они, например, они не сильно ответственные. Они сделают, но не на всех твоих условиях. Они, ты скажешь, прийти сюда, они говорят, а почему я должен прийти сюда, если я это все могу сделать дома и более продуктивный. Как нам с этим бороться? Может, не надо бороться. Вот именно. Может, не надо бороться. Большинство наших поколений, они борются. Я считаю, что то, что у нас было сильно, это мечта. Да. Что мы шли на жертвы ради мечты. Мы могли жить, мы по-разному жили, бедно, богато, по-разному жили, но у нас была мечта. Это нас вот сделало. Но мечта служения. Да. Поэтому я считаю, что главное, чтобы у молодых людей была мечта, выходящая за пределы просто удовольствия и жизни для себя. Вот если у молодого человека сейчас есть мечта прожить жизнь для Бога, изменить этот мир, спасти людей, создать какой-то продукт такой, знаешь, несущий смысл жизни, креативный какой-то продукт. Ну вот это самое главное. Как они это сделают? Будет ли это похоже на нас или нет? Не так важно. Важно вот это главное, что, мне кажется, о чем мы сегодня с тобой говорили. Нас мечта меня сохранила в этой стране, тебя вернула в эту страну. Мечта жизни, которая, ну, не связана с удовольствием просто для себя. И это, если будет у молодых людей сегодня современных, то они, они тоже купят здания, перестроят их, построят, они создадут новые фильмы, ролики, клипы, напишут песни, они проживут жизнь для Бога, кто-то по этой вере, по этой мечте уедет там в Африку или уедет в Америку, неважно куда, важно, чтобы у них была мечта, чтобы они сказали, я ради этого живу. Холодно мне или жарко, но я иду к этой мечте. Есть старая поговорка, да, встречает по одежке, провожает по уму. Поэтому мне все равно, как ты одет, мне главное, что у тебя есть мечта. Я тебе скажу так, что я могу это снять, это не есть сама цель, для меня это, как бы, это часть, которая завтра, она уже будет никому не годная, понимаешь, да? А вот быть всегда внутри и целеустремленным и довольным, вот я буду слово довольным, наверное, самое драгоценное для меня. Я живу той частью в своей жизни, где лучше в попытке неудачу потерпеть, чем я буду сидеть и ждать, пока вся жизнь пройдет. Делал ли я ошибки какие-то? Конечно, делал. Какие-то были промахи, конечно, и недостижимые какие-то цели и, может быть, даже разочарования какие-то были, но я думаю, что все равно из всего нужно вытянуть позитивную жизнь. Вот что Бог дает? В Боге упование, в Боге цель, понимаешь? И, наверное, вот я бы это хотел больше всего передать молодому поколению. Я, конечно, сильно удивляюсь ихним либерализму сегодня. Я очень удивляюсь. Но мы их, как бы сказать, мы к этому их подвинули. Как родители. Из-за того, что мы жили, наверное, в проголоде или там не было у нас той свободы, которая у нас была, хотелось бы иметь, недостаток тех же джинсов в 80-х или там это все, это сложно было. И когда у нас все стало доступно, мы им как бы и это, и то, и другое, надеясь на то, что мы вместе будем возрастать и как-то так как-то поднимется. И я понимаю, что сегодня реакция молодежи, все молодежи, они как бы что нам родители приготовили. То есть мы их научили предоставить, что они этим воспользуются. И нам нужно тоже это помнить, что если мы будем предоставлять им возможность, чтобы они присоединились, они с удовольствием это сделают. Потому что мы так их научили. Возьми торт, он твой, только разрежь, возьми, и он это получит. Мы их не научили, у нас нет торта, не заработай. Это мы так двигались, а они немножко по-другому. Вот я думаю, что искренность наша, это все можно снять, это всего лишь часть. Спасибо за хороший такой разговор, я думаю, что он будет полезным. Как ты, вот как ты видишь церковь, современную церковь, это же тоже очень важно. Ну, я многое в это время говорил здесь, вот в Одессе, по разным церквям, я был, разные встречи проводил. Я считаю, что на самом деле мир очень быстро изменился, и церкви нужно понимать, что старые методы не работают. Почему я очень сконцентрировал на то, чтобы мы позволили молодежи реально прийти к возможностям, вот, потому что они это будут делать по-другому. Ну, социальные сети, мир ушел в картинку, это все позволяет сегодня те же задачи, которые мы ставили в великое поручение, выполнять быстрее, эффективнее, и, ну, единственное, это сейчас работает. Мы не можем пользоваться старыми методами, поэтому, как я вижу церковь? Да, база всегда должна быть, но я вижу, что церковь, это тысячи, десятки тысяч личностей, евангелистов в соцсетях, в ютубе, они там говорят о своей вере, они искренне, они это не скрывают, они производят креативный, творческий продукт. Это вот не так, что, как раньше, для того, чтобы услышать о Боге, нужно было прийти в церковь. Я не говорю, что церковь не надо, но я хочу, чтобы мы увидели, что главное может произойти не в церкви, а церковь в обществе, церковь без стен, если можно вот так вот сказать. Если этого мы не увидим, то мы всегда будем ожидать, что мы сейчас построим здание и сюда придут люди. А Библия говорит, нам идите к людям. Потом, когда мы их зацепили, мы будем встречаться. Я очень большое, кстати, место выделяю еще в будущем малым группам, домашним группам, общением по домам, небольшими группами, где люди реализуют вот такую возможность говорить, петь, вот в таком формате. Скорее всего, это тоже будет последовательно. Типа подпольная церковь Советского Союза? Ну, ну да, но не то, что она здесь вообще не связана с подпольным. Нет, я сопостановлю. Если пробуждение должно быть большим, у нас даже залов таких нет реально, чтобы это происходило. А разве нужно залы для этого? Вот поэтому это будет происходить как будто бы, знаешь, вот по другим, по другим законам, по законам вот социальных сетей. Вот смотри, сейчас один блогер, у него, допустим, миллион подписчиков. Он может выйти в эфир, и очень многие люди, сидя в домах, слушают его, и могут не просто слушать. Это мы не можем позволить на стадионе. Ты слушаешь и все. А в соцсетях, когда ты слушаешь, ты можешь написать. Ты можешь лайк поставить, дислайк поставить, прокомментировать, ты можешь познакомиться там, ты можешь устраивать интерактив. Вот не было раньше такого, а сейчас есть. Ну, должно быть еще живое отношение. Вот мы сегодня ехали с тобой сюда, на Большую Арнаутскую. Помнишь, мы заметили, один парень, типа, медленно ехал, где мы поворачивали, и он что-то там, ты говоришь, что он делает руками, помнишь, да? И вот мы, когда с тобой разговаривали, я понял, что вот даже вот эта сфера достижения людей, она не покрыта. Мы поняли, что парень, очевидно, с глухонемых, и он по телефону, очевидно, стоит телефон, он звонит кому-то, и он за рулем едет, но он звонит. Да. Он как бы передает жестами какую-то информацию тому, кто это понимает. Есть такие блогеры? Ну, я не знаю. Во. Смотри, вот открывается, как новое, мы только проезжали, и вдруг мы заметили что-то новенькое, что технологии нам дают для тех людей, которые с ограниченными способностями. Понимаешь, да? Вот я верю, что тоже такие вот, ну, нужно таких людей, нужно работать с такими, и нам нужно их использовать. Хотя иногда мы думаем, как это возможно? Можно. И, ну, я думаю, что следующий этап для верующих людей, это, ну, достижения людей в разными способами. Но все равно нужно ойкос, тоже быть семейный, это межпухоти отношения с молодежью, со всеми, и не забывать стариков. Очень важно не забывать стариков. Эпизод сериала Мишка Япончик, по-моему, ты помнишь, как пришла мадам, я забыл, как ее звали, и жаловалась, Миша, вы ему скажите, он меня на своего сына, который не рассказывает больше маме ничего. И он позвал, говорит, мы же вышли из них, если мы будем скрывать от них, то кто заступится за нас. Вот, поэтому уважение к пожилым или к старшим или к старшим, это очень круто. Ну да. Я так вообще доволен нашим разговором. Я надеюсь, что это не последний. Надо продолжать. Хотя я живу в Киеве, то здесь надо продолжать. Технологии разные. Ты понимаешь, да, что можно добиться перекрестных программ с разных мест, с Зельвова, Киева, Зодессы, других мест. И я очень благодарен Богу за то, что мы смогли сделать. Дорогие друзья, возможно, наш диалог, разговор с приятным человеком. Да, да, да. Прощаться, да, типа, очень, думаю, насыщенный и будет для многих интересным. Я знаю, что многие будут делать комменты, писать тебе. Это не два портфеля у нас сегодня. Возможно, это не те острые вопросы. Я почувствую, что есть конкуренция. Зачем? Зачем? Он как раз приезжал сюда, мой знакомый, и приезжает опять с автопробегом. Между прочим, должно быть буквально через неделю. И мы тоже готовим эту возможность встречи здесь, в Одессе. Поэтому, друзья, если вы будете смотреть, это будет у нас туалетов, субсреда, такая, что мы хотим сделать эту встречу возле памятника Ришелья. Это такой проект шляп незалежных, поддержку христианских реабилитационных центров. Ну, и я, как Притеча, готовлю путь здесь, Матру. Да, видишь, да. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы были с нами, пускай Господь благословит вас, и до следующих встреч, возможно, здесь, в Одессе. Дорогие друзья, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, субтитры Алексею Дубровскому, и до тр 사... diagnosis på